здравствуйте друзья очень неожиданный вопрос тут у меня ждет ответа я долго не знал как к нему подобраться но думаю ладно надо сказать уж не затягивать вопрос такой как я отношусь к самоубийством мама родная я честно говоря сталкивался пару раз с такими ситуациями когда люди которых я знал доведены были судьбой до каких-то таких крайних форм у нас студент был несколько лет назад он тихий такой парень был очень симпатичный и из сан-франциско приезжал тут за пару месяцев слова ни с кем не сказал как так вот он ну вот он выбросился там с какого-то небоскреба семейные проблемы как я отношусь к самоубийством есть разные что ли точки зрения с которых вы можете на это все смотреть если допустим человек верующий то получается что это как бы совсем такое нехорошее действие потому что тебе жизнь дана ты должен там отыграть как бы свою симфонию и ты вдруг раз и принял решение которое находится за рамками твоей компетенции как бы да то есть это это очень серьезный грех и но мы пытаемся на это смотреть не не с этой точки зрения как бы те кто верующий им там в нужном месте объяснят может так с позиции ну просто вот людей которые просто себе живут и смотрят на это с позиции здравого смысла и как бы общечеловеческих таких как бы ценностей что сказать я понимаю что есть люди доведенные какими-то событиями до какой-то черты за которые уже ничего нет и это бывает знаете как бывает например чеку больного то ли какая-то болезнь у него такая боль что он не может терпеть он не может ее выносить он не но не может все и он он как бы расстается как бы одна история есть люди вы знаете вот есть как бы да когда он он сам останавливает свою жизнь потому что он вот но болен смертельно и вот тут у нас в америке есть человек один который проповедует право человека на то чтобы он свою жизнь мог остановить и он там тонкая юридическая граница и вот то есть ему готовят все человеку да там внутривенно и вот но крантик он должен сам повернуть своей рукой то есть вот как бы так называемый ассистацию сайт да значит и дискуссия в том что вот те кто помогал человеку в самоубийстве значит они подлежат судебному преследованию или не подлежат сложная история очень сложно и с точки зрения не только религиозной но и юридической и нравственность там все все замешано в этого всем то есть я бы сказал так что в каких-то ситуациях каких-то ситуациях я бы лично сказал что человек имеет право и мы не можем его осуждать в том смысле что тот выбор который у него есть кроме этого да это просто вот что то такое настолько чудовищное что уже лучше может быть даже и умереть с этим у меня в сознании пересекается другая проблема у меня ну вот в америке так и так случилось что вот здесь у меня и в оба родителях моих я и мама и папа они как бы значит здесь умерли и я сталкивался с процедурами как бы когда люди в госпитале попадают и они они неоднократно оказывались там с разными диагнозами там в этой госпитальной системе и операции там и на сердце отцу делали 4 байпаса ему поставили 4 шунта и там каждый раз возникает такая знаете ситуация когда спрашивают значит вот если ситуация абсолютно критическая вот что делать спасатель и не спасать вот есть такая ситуация когда вы можете сказать оставьте оставьте его как есть или вы можете сказать вот я как сын да вот мои родители я как сын заплашта человек сам уже вне вне в сознании он как бы не отвечает и я Я должен, как сын, сказать, спасайте ее. Я думаю, сказать, оставьте ее в покойте, дайте ему спокойно умереть. И у меня мама, когда, значит, вот она была жива, и она говорит, Миша, она говорит, если придет в такое состояние, пожалуйста, дай мне уйти спокойно. Это был ее выбор. Есть люди, которые говорят, будем бороться до конца. Есть люди, которые, ну, у них нет прямого указания от мамы, от папы, да, и они говорят, мы будем биться до конца. А представьте себе ситуацию, когда это не мама или папа, а представьте себе, когда живые родители, и с ребенком такое произошло. Сколько у нас таких случаев, когда ребята молодые, там, и в 17 лет, и в 16 тоже, и там автомобильная катастрофа, и между жизнью, и смертью, и что делать? Это, конечно, не вопрос убийства или самоубийства, я бы так не сказал. Но человек, который говорит, если что-то такое критическое, не надо меня оттуда вытаскивать, да, фактически можно сказать, что он в каком-то смысле, вот, вот это самоубийство, вот он его совершил в таком непрямом виде. Вы можете сказать, это нельзя так сравнивать. Ну, наверное, нельзя. Я и не говорю, что это прямая параллель. Это не то, что он там поставил пистолет к виску и нажал спусковой крючок. Этого нет. Но он принял решение, которое ему, как бы, как сказать, это решение ставит его за ту черту, в случае с чего. И он это решение принял сам. Поэтому, а в праве ли он принимать такое решение? Понимаете? Но каждый из нас в праве сказать, и все признают это право, это не оспаривается юридически никак. Каждый из нас имеет право кому-то отдать вот это слово. Когда я буду не в состоянии принимать решение, ты за меня должен решить, и ты за меня, вот, я тебе говорю, не иди там вот на это и на это. Есть очень много случаев, когда людей спасают, и процесс спасения, спасания такой жуткий, что там отрезают тут и отрезают там, и вытаскивают здесь, и превращают просто в живую рану этого человека, вместо того, чтобы дать ему просто уйти спокойно, и все. Поэтому это очень и очень сложный вопрос. И у него очень много разных граней. Конечно, есть ситуации совсем простые. Вот там проигрался в карты, пошел застрелился. Понимаете, это одна из, ну как простые, в том смысле, что мы можем сказать, что вот он, может быть, это просто стресс какой-то или там что-то, я не знаю. Есть служба спасения, вот мы тут живем в Сан-Франциско, давайте я вам как бы местную перспективу такую дам. И в Сан-Франциско есть мост, Golden Gate Bridge называется, мост Золотые ворота. Он такой очень живописный, знаменитый, про него тут масса таких мифов и историй. И этот мост является, и долгое время, скажем так, являлся любимым местом, откуда народ норовился сигануть для того, чтобы расстаться с жизнью. И, собственно, и сейчас это тоже бывает. Видимо, надежное было средство, я так чувствую, хороший в этом смысле мост, эффективный. Так вот, значит, что я говорю, что там поставили телефоны, и там работает служба круглосуточно психологической помощи, и человек, который как бы вот надумал, это не обязательно с моста, это можно позвонить с любого места, но прямо там на мосту стоят, и вот эти трубочки, и там с тобой психологи. Значит, они разговаривают, они успокаивают, они как-то, понимаете, просто бывает такая точка пиковая. Понимаете, если пик прошел, то уже человек и не станет. А если вот он за вот этим пиком, да, вот туда, куда-то его унесло, это может произойти. Вообще вот эти стрессовые пиковые ситуации, они очень, как вам сказать, они очень странные, ты не знаешь исхода какого-то. Вот, допустим, человек, который там, я не знаю, первый раз там оказался в бою, понимаете, и в зависимости от обстоятельств один и тот же человек, он может там, я не знаю, там, что-то героическое сделать, а может, например, бросить там свою винтовку и убежать. Тот же самый человек, в зависимости от обстоятельств, понимаете. Поэтому, я так считаю, мое мнение, я не хочу с кем-то дискутировать на этой теме, но я, как бы, я беседовал с людьми, которые на фронте были и наслышался многому. И вот, к чему я рассказываю, что я к такому прямому стрессовому, пиковому самоубийству очень, очень плохо отношусь, потому что жалко, человеческая жизнь, она бесценна, и вдруг вот так вот раз, из-за того, что стресс, из-за того, что пик какой-то. Я вам другое хочу сказать, что какой бы вы ни были там праведный, какой бы вы ни были, я не знаю, верующий, там, и еще бог знает что, я скажу, мало кого из нас нельзя довести до самоубийства при всей нашей правильности и так далее. Вот так вот, там, 5-6 ночей там без сна, да, и там еще чего-то из арсенала учреждений, которые нам хорошо известны всем, и мечтать будешь о смерти. Поэтому, что тут сказать? Говорят, я слышал такое, что человек со здоровой психикой, он не может покончить с собой, но довести до самоубийства можно человека со вполне здоровой психикой. Я не знаю, психотерапевты лучше знают, они знают предмет профессионально, я так просто рассуждаю, просто как живой человек, не специалист в этой области. Они свое слово скажут, если захотят, но, как бы, мое такое понятие. Вот, поэтому, я не столько именно осуждаю человека, который там пошел этим путем, я не вправе никого осуждать, и судить не вправе. Но я сожалею, что когда жизнь человеческая уходит, безусловно. Я могу сказать, что человек имеет право, ну, в общем, да, имеет право, особенно в определенных ситуациях, когда грех там осуждать такие вещи, когда альтернативы нет никакой, более-менее приемлемой. Так что, я думаю, что говорил на эту тему, и мое понимание, если оно кого-то интересовало, ну, вот такое. Счастливо, ребят, я надеюсь, что у нас дальше темы будут повеселее, чем это.